Здравствуйте! В эфире программа «Тема дня». Сегодня у нас в гостях ветеран Великой Отечественной войны, участник освобождения Одессы Андрей Попов и его супруга Александра Ивановна. Андрей Александрович, Александра Ивановна, здравствуйте! Здравствуйте! 10 апреля, знаменательная дата для каждого одессита. В этот день была освобождена Одесса. Вы, Андрей Александрович, были в числе тех людей, которые непосредственно принимали участие в тех событиях, тех лет. Скажите, пожалуйста, каким для вас запомнился день освобождения Одессы? День победы, не день победы, а... Особождение Одессы? Было очень тяжелым для всех товарищей, которые участвовали в этом. Как вы попали в Одессу, скажите? Откуда вы шли, в составе каких войск? После освобождения Николаева и форсирования реки Южный Буг, мы пошли освобождать Одессу. Погода была страшная. Не погода, видимо, а не погода, чем погода. Вот. Был дождь. Сильный дождь был. Потом снег. И потом, значит, все это заморозило. Все замерло, поэтому мы... Наши шинели были, как, в общем, колокола. То есть замерзло, и вот так все стояли колом, да? Да. Промокли, да, ниточки. А впереди был? А впереди, значит, да, было... Лиман. Лиман. Телегульский. Телегульский, Лиман. И вам нужно было через него перейти, еще перебраться при такой погоде-то? Через него был... Еще немцы построили такой штурмовый мостик. Вот. Ну, который, естественно, был и разбитый, и поломанный, и все. И поэтому приходилось почти идти вброд. Водас... Рубайска. А? Со стороны не Рубайска. Со стороны, да, конечно, не Рубайска. Рубайска. Это не Рубайска, это... И в районе этого... Кирпичного. Теперь... Кирпичного завода. Завода. Вот. Преодолевали. И там, в это время, мы заметили, ну, в общем, немцы натворили, в общем, такие... Беды. Беды, беды. Они расстреляли группу женщин, стариков, детей. То есть уже отходя с позиции своих, они убили людей тоже. Это их побеспокоили партизаны, и вот они, вот местку, значит, этой партизаны расстреляли эту группу, человек, наверное, 25. И они еще... Мы их достали тепленькими, я некоторых щупал, думаю, может, есть какой-то живой. Андрей Александрович, ну, просто, чтобы мы не углублялись пока в такие болезненные, несомненно, для вас воспоминания, скажите, сколько вам было лет... Ну, немножко отойдем в сторону от освобождения. Сколько вам было тогда лет? 17 лет. Всего лишь 17 лет вам было? 17 лет. А кем вы были тогда, кем вы служили? На период именно освобождения? Да. Я, значит, был... Сапером. Сапером. То есть вы разминировали подходы, поля? Все же проходы, разминировали, форсировали, реки все, все реки форсировали, которые тут есть, начиная от Днепра. Александра Ивановна, вы знакомы были до войны еще или познакомились уже после? После войны. Расскажите, пожалуйста, ну вот сейчас видно, что ваш любимый человек уже годы берут свое, говорит не очень хорошо, ну, понятно, плюс сколько всего пришлось пережить. Расскажите вы, пожалуйста, вы знаете его рассказы, его воспоминания еще прошлых лет, как было в Одессе тогда, как встречали люди, насколько вы знаете, вот, освободители, какая атмосфера была в городе? Ну, погода была плохая 9-го, а 10-го числа было солнышко, светило солнышко. Все люди были на улице, все радовались, все кричали, обнимали, плясали. В общем, радости было без гранит. Вот. А вот Андрей Александрович, он отдохнули, ему дали отдохнуть, он тогда командовал на Кривой Балке. Сколько дали отдохнуть времени? Сутки. То есть сутки всего лишь на передышку и дальше в бой. И дальше пошли освобождать Молдавию. И Болгария застала. Румуния и Болгария. То есть в Болгарии встретили День Победы уже, да? Да, День Победы в Болгарии. День Победы был у нас на границе с Македонией. Мы там занимали оборону на рубежах, не пускали, союзники хотели попрошу пробраться. И мы этим придерживались. Ну, а насколько я знаю, для вас, так сказать, боевые действия не закончились, когда закончилась Вторая мировая война. То есть вам приходилось разминировать территории, да? Где это было, что за территория, ну и не было так просто по-человечески обидно, что вроде война завершилась, все вернулись к своим семьям, к родным. А вам еще нужно вот этим вот заниматься, вести такую службу. Ну, кто-то должен же это делать, очищать территорию. Он же сапер, специалист. Ну, Александра Ивановна, а вот к вам вопрос, как к супруге нашего героического собеседника. Скажите, вы переживали же наверняка каждый день, каждый раз уходит муж на опасную такую службу. Что вы чувствовали? Не говорили, да брось уже, хватит уже, отслужил ты свое, войну выиграли. Нет. Мы понимали, что это нужно сделать. Подрывались дети, сколько было случаев. Дети подрывались на минах, значит, нужно было их разминировать. Ну, каждый день в тайне прощались, уходя. Не могу не спросить у вас обоих, вы почти 70 лет вместе. Какой ваш секрет, как все это время оставаться друг друга любить, жить дружно? Да, вы понимаете, мы живем очень дружно. Мы понимаем друг друга с полуслова. Нам не надо долго ссориться, долго это. Мы все понимаем. И все вопросы решаем мирно и тихо. То есть вот ваш секрет. Андрей Александрович, у вас, я сейчас прошу, женскую точку зрения мы услышали, точка зрения мужская. В чем залог вашей успешной, благоприятной, такой спокойной семейной жизни, семейного союза вашего с Александрой Ивановной? Как вы считаете? Видите, сразу на Александра Ивановна поглядывает, Андрей Александрович, да, что скажет супруга? Очень она трудолюбивая, такая, безумно. Ну, просто я не видел таких вообще женщин, естественно. Поэтому, ну, и приходилось, ответ такой, уважение и понимание друг друга. Андрей Александрович, ну вот, возвращаясь к теме главной нашей беседы, да, 10 апреля, день освобождения Одессы. Что для вас обозначает этот праздник? Насколько он вам дорог? Одесса дорогая еще тем, что я тоже почти с Одессы. А вы откуда? Росла на станции Рауховка. То есть вы считаете наш регион, Олецкий? Да, так же я тоже. То есть это ваша родная пирога? Через день Рауховка ушел, пешком. Особождал Рауховка. Около нее прошел. Она где-то была в железнодорожной будке. Спрятали что-то делать. А мы шли пешком на это делать. Видите, как судебные линии судьбы переплетаются, да, так неведомо никому. Ну вот как, Андрей Александрович, как вы отмечаете этот праздник? И, ну, на самом деле, праздник ли это для вас? Понимаешь, что вопрос может быть немного глупый. Насколько для вас это важный праздник? Понятно. Праздник был большой. Почему? Потому что Одесса любимый наш город. Вот. И мы любим Одессу. Здесь живут наши дети. Здесь похоронены наши родители, мои родители. Мужа нет. Вот. Так что мы связаны с Одессой глубоко. Вы гордитесь тем, что ваш супруг освобождал когда-то этот город от фашистов? Ну, конечно. Конечно, гордимся. А вы, Андрей Александрович, что чувствуете? Ну, я считаю, что мне надо радоваться только это дело. Вот. И быть. Там же те положения. Все. Что бы вы хотели пожелать своим, может быть, однополчанам, если такие остались? Если таких не осталось, в принципе, людям вашего возраста, людям более молодого возраста? Вот какие ваши пожелания в день этой светлой даты от освобождения Одессы? Крепкого здоровья и мира. Мира, мира, еще раз мира. Чтоб никто не видел вот этой страшной-страшной войны. Все-таки основное, что необходимо всем нам, это мир. Необходимо всем как-то соединяться, объединяться. Нужен мир. Люди хотят мира. Подытожу, что, ну, наверное, войны не хочет все-таки никто из нас. И все мы хотим мира. Андрей Александрович, чего еще мы хотим? Чего хотите вы в этот праздник пожелать? Кроме мира. То есть, что еще? Здоровья крепкого, может быть, ветеранам? Ну, а как же? Ну, это... Внимание. Чтоб ветераны еще жили больше ста лет. Чтоб они могли рассказывать, могли выступать. Чтоб молодежь, которая растет, чтоб они знали, чтоб они помнили. Конечно, ветераны должны быть, как говорится, еще в строю. Ну, должны помогать, как кто может. Вот я сейчас, вот, видите, не могу говорить вот это дело еще. О, помню. А есть... А у меня же есть, как сказать, что говорить, что ужас, дело я прошел. Но не получается, вот. У меня, я... То есть, здоровье необходимо, наверное, ветеранам в первую очередь. Да, это, конечно, здоровье. Что еще? Внимание, понимание, уважение. Понимание, да. Не забывать. Я, конечно, описал это дело. Андрей Александрович написал своей семье. Оставил все свои воспонимания. Военных лет. Всю историю. Всю историю своей жизни. И боевую, и такую. Я уверен, что эта история несемена должна быть прочитана. И это точно, она не должна быть не забыта ни сейчас, ни через годы, ни спустя, через десятилетие. Андрей Александрович, Александра Ивановна, спасибо вам. Я благодарю вас за беседу. И напоминаю, что у нас в гостях были ветеран Великой Отечественной войны, инвалид первой группы, участник освобождения Одессы Андрей Попов и его супруга Александра Ивановна. Субтитры подогнал «Симон»